Владимир Владимирович, добрый день. Добрый. Мы с вами интервью делаем специально для компании ИТВНЕТ. Это компания, которая вещает на Америку и Канаду для русскоязычного населения этой страны. Так. И, конечно же, наверное, мне не нужно нашим зрителям напоминать, но я скажу, Владимир Владимирович Познер, тележурналист, телеведущий, патриарх телевидения. И для меня большая честь, на самом деле, с вами сегодня разговаривать, потому что я помню, что, ну, совсем я была еще юной, только начинала и уже участвовала в съемке первых телемастов с вами. Да. Я для себя когда-то сформулировала тогда давным-давно, что телевидение – это диагноз. Ну, может быть, так. Как вы к этому относитесь? Ну, я считаю, что, на самом деле, когда человек находит то, что его, когда он понимает, почему он родился на свет Божий, тогда это и есть диагноз, тогда уже это не просто удовольствие, а это что-то такое, без чего нельзя обойтись. И поэтому я не думаю, что в этом смысле телевидение отличается от чего-либо другого. Другое дело, что если на самом деле твое, ты нашел это, ведь я это, например, нашел далеко, а не сразу. Вот тогда это превращается в диагноз. А как вы к этому пришли? Ведь расскажите для наших зрителей, я уверена, что многие знают вашу биографию, но тем не менее. Ну, рассказывать я буду очень так кратко, потому что она длинная, но если говорить о профессиональной стороне дела, то я лет, наверное, в 16 решил, что я буду биологом. Я очень увлекался теорией условных рефлексов Ивана Петровича Павлова и в соответствии с этим поступил на биофак Московского государственного университета. Я учился на кафедре физиологии человека, вполне успешно окончил ее, но уже к третьему курсу понимал, что я не ученый, что у меня другая голова. Я ни одной секунды не жалею о том, что я там учился. Все-таки научно-естественное образование дает очень много в смысле вообще понимания жизни. Но понимал, что я не буду биологом. Это было непросто, потому что когда я окончил 5 лет проучившись и сказал, что нет, я не пойду по профессии, то, конечно же, мои родители были огорчены. Они мечтали, что у них будет сын ученый. Хотя сами они были киношниками. Ну, мамы-то нет, папы да. А потом они очень укоряли меня, особенно папы, что как же так государство на тебя потратило деньги. Ты бесплатно учился, и вот, значит, ты вот так отплачиваешь. Ну, в общем, короче, давление было очень сильное. И я думаю, что это один из главных поступков в моей жизни, что хватило упрямства не идти по этому пути, потому что я был бы, конечно, несчастлив. Я, может быть, даже и добился бы каких-то там званий, но все равно это было бы не мое. К этому времени, когда я уже окончал биофак, я думал, что я буду переводчиком, что я буду переводить поэзию английскую на русский язык, чем я особенно любил, да и люблю английскую поэзию елизаветинских времен. Ну, то есть первой четверти 17 века. И занимался этим вполне успешно, и был литературным скитарем у СМЛа Икча Маршака. Но все-таки через года два я тоже понял, что это не мое. И позвонил мне приятель, как-то так, и спросил, вот создается новое агентство, называется агентство печати новости, АПН. Они ищут людей со знанием языков, не хочет ли ты попробовать. А поскольку Маршак мне очень мало платил, а я уже был женат, и у меня был ребенок, я все-таки решил, что я попробую. И вот так я попал, конечно, не в журналистику, я попал в пропаганду. Все-таки АПН было направлено туда, и, так сказать, выставить Советский Союз, наилучшим образом, что мне совершенно не мешало, потому что я абсолютно был сторонник Советского Союза, я верил в эту идею. И вот попал, ну, в нечто похожее на журналистику, и довольно быстро понял, что вот, вот что любят тигры-то по Винни-Пуху, так сказать, вот оно мое. И дальше уже было радио, а потом уже и телевидение. Но ваш взлет, как бы вас узнали все, это все-таки после первого телемоста с Филом Доно Хью. Это, безусловно, так. До этого меня знали в Америке, потому что я появлялся там на телевидении из Москвы по спутнику, по спутниковой связи, в очно известной программе такой Теда Коппола, называлась она «Найтлайн», «Ночная линия». Но меня в Советском Союзе никто не знал, кто работал на иновещание. Это называлось работать, это называлось «Могила неизвестного солдата», так сказать, совершенно. А вот первый телемост, тот самый знаменитый телемост, он был не первый, ведь на самом деле до него был телемост в 1982 году, который назывался «Москва-Калифорния». Да-да-да. Потом еще были два. Но это были телемосты, в которых мы договорились, что мы дружим. Мы друг другу ничего неприятного не говорим. А ведь на самом деле-то отношения были совсем недружеские. И поэтому это не производило, а зрителям никакого впечатления чувствовалось, что это что-то не то. А вот первый телемост с Донахио, Ленинград-Сиэтл, «Встреча в верхах простых граждан», так назывался этот телемост, это уже было совсем другое дело. Тут уж пошла такая рубка настоящая, и впервые советские зрители услышали какую-то критику в свой адрес, жесткую довольно, по поводу Сахарова, по поводу старика Брежнева, который, ну, уже его не было, но какие-то вами управляют старики за закрытыми дверями, в общем. И да, тогда я стал известен уже в СССР. Маленькая цитата Фил Донахью. «Я раньше слышал о Владимире, он выступал по телевидению. Тогда было очень много подозрений относительно СССР. Сомнения в том, можем ли мы им верить. Я провел свое собственное небольшое расследование про этого позднера, русского, который совсем звучит не как русский. Я позвонил Теду Коплу, очень уважаемому журналисту, и тот сказал, он мне нравится. И тогда я смог расслабиться и понял, что мне не будут манипулировать. И так началась очень важная глава в моей жизни. Вы теперь большие друзья. Очень близкие. Можно сказать, почти семья. Да, я знаю, что вы вообще Новый год встречаете уже много-много лет. Да, больше 20 лет мы встречаем Новый год в Нью-Йорке. Да, Фил, конечно, вас очень нежно любит. И я его. Я хочу еще одну цитату, теперь уже от Познера. Надо понимать, для чего вы работаете на телевидении. Если сумели отвлечься от своей узнаваемости, если понимаете, что весь смысл работы зрителей, что у вас нет долга ни перед начальством, ни перед какой-либо партией, ни перед властями, только перед зрителем, если вы это сумеете в себе холить или леять, то есть шанс, что вас забудут не так быстро. Так и есть. Вот в телевидении, поскольку я тоже вот с этим диагнозом, все-таки вы всегда себя ставите на сторону зрителя. Ведь для вас, для вас даже иногда важнее задать вопросы, чем получить ответ. Ну, я же интервьюер, это моя главная, что ли, специальность в телевидении, это мой жанр. И, конечно, для интервьюера самое главное – это задать вопрос. А вот уже ответ – это важно для зрителя. Каков ответ? По этому ответу зритель может судить о том, правду говорит человек или нет. Может судить о том, каков этот человек на самом деле. Я не то, что я все время думаю о зрителе, это уже для меня стало, ну, по Павлову, это условный рефлекс. Я понимаю, что зритель хотел бы задать вопросы какому-то там члену Государственной Думы, какому-то члену правительства, писателю, режиссеру, да он не может их задать, эти вопросы. Я рассматриваю себя в этом смысле, как исполняющего просьбу или желание зрителя. Я совершенно не занимаюсь самоуничижением, я и сам хочу задать вопросы, но я отлично понимаю, что это я делаю для тех, кто смотрит. Если их там нет, то что я делаю, для кого это нужно? Да не для кого. Но люди, с которыми вы говорите, они обязательно должны быть вам интересны, неважно в каком. Да не совсем так. К сожалению, бывает, что люди не очень неинтересны, но они занимают такой пост, что их необходимо интервьюировать. Или же они ньюзмейкеры, как говорят. И вот поэтому представляют интерес. Выясняется по ходу пьесы, что они малоинтересны, эти люди конкретные. Что у них одна извилина, да и то прямая, как говорится. Но ничего не поделаешь, это часть работы. Есть люди, которые очень сильно не нравятся. Надо стараться не показывать этого. Твоя задача не, как вам сказать, не намекать зрителю, что, мол, это бяка, а полноценно показывать. Кстати, вы вспомнили Теда Коппола, которого я чрезвычайно высоко ставлю. Человек, который вел в течение многих лет каждый вечер, ну, с понедельника по пятницу, свою эту политическую программу. Так вот, сколько лет Бонни он не вел, никто никогда не знал, за кого он голосует. Ну, по-моему, это очень важное качество для любого человека. Да, но это вот я считаю, что это одно из главных качеств. Конечно. Но многие мои коллеги, в частности в России, считают, что это не так. Считают, что они должны сказать то, что они думают по поводу. Я им говорю, да кому интересно то, что вы думаете, кто вы такие, в конце концов. Ну, другое дело, там, ну, я не знаю, какой-то выдающийся физик рассказывает о физике. Да, это правильно совершенно. Но вот у нас есть такое, что ли, разночтение. И вообще, я думаю, что то, о чем мы сейчас с вами говорим, это скорее англо-саксонский подход к журналистике. Не высказывать собственного мнения. Потому что, скажем, во Франции очень даже и высказывают. Тут разные, что ли, принципы журналистики. Ну, вы как журналист, во Франции вы не работали. Вы работали в Америке, вы работали... Да, я во Франции выступал неоднократно, но не работал. Но, тем не менее, вы когда-то сказали, что вы понимаете, что люди, в общем-то, и в Америке, и в России в каком-то смысле одинаковые журналисты одинаково работают на какие-то свои компании, которые они представляют. И поэтому есть некая внутренняя цензура или редакционная цензура. Знаете что, насчет похожести русских и американцев, может быть, когда-то я об этом говорил, давно. Но я передумал. По-моему, не похоже совсем. И это неудивительно. Все-таки совсем другая история. Ну, совсем другая. Как мне кажется, русские очень похожи на ирландцев. Во-первых, по характеру я имею в виду, взлеты и падения настроений. Любят выпить. Подраться. Яркий литературный дар. Сильно пострадавшие. Те 800 лет от англичан, эти 300 лет от татаро-монгольского ига. Очень много потом выясняется каких-то общих черт. Что касается журналистики, то, конечно, в Америке все-таки традиции независимости или свободы средств массовой информации совершенно другие, нежели в России, когда таких традиций никогда-то и не было. Это недолгий период был гласности при Горбачеве, который потом довольно быстро стал ограничиваться даже при Ельцине. Ну да. А вообще я не говорю насчет Путина. Поэтому схожесть есть в том смысле, конечно, что если ты работаешь в компании, то ты зависишь от начальца. Никуда не денешься. И многое зависит от того, каков начальник. Если ты работаешь в государственной компании, ты зависишь от государства. Но даже если ты ни у кого не работаешь, как, например, я. Я произвожу свою программу «Познер», и ее покупают. Я же все равно завишу. Потому что мне могут сказать, а больше мы покупать не будем. Поэтому все равно мы в той или иной степени зависим. Вот мы не зависим, наверное, если мы являемся владельцами. Вот тогда, ну, например, Тед Тернер, наверное, вот не зависел, когда он был хозяином CNN. Но вашу программу с Филом Донахью в 90-е годы все-таки закрыли в Америке по каким-то причинам. Значит, когда мы работали в Америке с Филом Донахью, проработали мы шесть лет, на канале CNBC, ее закрыли, да. Кончилось дело, значит, сменился президент CNBC. Пришел такой человек, его зовут Роджер Эйлс, который ныне возглавляет Fox новости. Ну, как шутит он, несколько справа от Чингисхана, по своим взглядам. Значит, когда он пришел на CNBC, и наступило время возобновить наш контракт, хочу вам сказать, что у нас был самый высокий рейтинг в своем отрезке временном. Он сказал, что а, мы готовы продлить контракт, б, при условии, что в контракте будет написано, что вы должны заранее говорить нам, о чем вы собираетесь говорить, ц, должно быть написано, что вы должны нам сказать, кого вы собираетесь приглашать и получать наше одобрение. Я ему сказал, господин Эйлс, это называется цензурой. На что он сказал, если перевести на русский язык буквально, мне до крестиной жопы, как это называется, извините. I don't give a rat's ass, what you call it. Но это будет так. Я сказал, нет. Я приехал работать в Америку не для того, чтобы вы меня цензурировали. Донахев сказал то же самое. И не возобновили контракт. И все. И мы тихо исчезли. Без шума, без скандалов, без демонстрации. Вот и все. Нас программа не стала. Я оказался безработным. Меня никто не брал. Хотя был агент очень известный, агент очень таких крупных телевизионных деятелей, который хотел меня продать. И поначалу все было хорошо, но когда доходило дело до руководства CBS, NBC, ABC, то есть крупников, они никак не могли мне простить моего пропагандистского прошлого. Я даже их понимаю, в общем. Я не сказал, нет, мы его не возьмем. Я оказался безработным, но и поскольку все-таки надо делать ням-ням и буль-буль, то я вернулся в Россию. Ну, тем более, что все-таки это был совсем не Советский Союз, это была все-таки другая страна. Ну, то есть, получается, что, в общем, в этом смысле какая-то некая цензура существует. А как же? А как же? Существует именно такая. Существует самоцензура, причем, конечно, в России самоцензура побольше, чем в Америке. Все-таки генетическая память есть у людей, опасность того, что может быть и так далее. Но это есть и там, и там. И вообще, послушайте, свободный средств массовой информации для меня это такой коридор. Коридор, он может быть широким, он может быть узким, но стены есть обязательно. Если вы попробуете пробить эту стену, у вас будут неприятности. Другое дело, что американский коридор гораздо шире сегодня. И то, вот тот же Донахев, когда он вернулся на телевидение, уже на MSNBC, и Буш-младший начал войну в Ираке, и он стал критиковать это, его выгнали. Ну вот, чего тут? Но у вас есть все равно, вот в этом самом коридоре, я так понимаю, что вы пытаетесь все-таки ходить по более широким коридорам или расширять эти стенки, у вас есть какие-то все-таки вот какие-то красные линии, которые вы... Я знаю совершенно четко, что есть негласные, разумеется, негласные правила, существующие сегодня в России. Это, во-первых, само отношение к средствам массовой информации. Чем меньше аудитории, тем больше свободы. Если вы выходите на трех человек, вы можете говорить, что хотите, никому нет дела. Поэтому самое серьезное, самое серьезное ограничение это федеральные телевизионные каналы, так называемые. Первый, второй и четвертый. Раз. Кроме того, все эти каналы либо прямо, либо опосредованно принадлежат или управляются властью. Первый канал на 51% принадлежит власти. Второй целиком принадлежит. Четвертый, НТВ, принадлежит Газпром Медиа, Газпром Медиа принадлежит Газпрому, ну а Газпрому, ну и так далее. Значит, здесь есть, следовательно, тотальный властный контроль. Это второе, о чем надо помнить. Третье. Нельзя на этих каналах критиковать Путина. Ну вот нельзя и все. Это нигде не написано. Но это все понимают. Но что значит все понимают? Это самоцензура? Вот если кто-то скажет, вот Ургант ваш близкий друг, он же как-то там упоминает Путина и не всегда. Ну это совсем по-другому. Но всерьез, ну например сказать, что я считаю, что политика Владимира Владимировича Путина применительно к Украине, это ошибка. Нельзя. Если вы это сделаете в прямом эфире, а прямого эфира почти что и нет, но если вы это сделаете, вы потеряете работу. Вас не посадят. Это не Советский Союз. Но работу-то вы потеряете 100%. Или будете в позиции телеканала «Дождь». Да нет. Телеканал «Дождь» все-таки еще существует. А вы как журналист уже работать не будете на телевидении. Вот есть вот такие вещи, и мы все понимаем. Или скажем, я знаю, что есть ряд людей, которых я пригласить в свою программу не могу. Ну понятно, что Первый канал покупает не кота в мешке. И они спрашивают, кого вы собираетесь пригласить. Так вот я если вам скажу, что, ну примерно, я хотел бы пригласить Ходорковского. Я знаю точно, что я даже пробовал, что мне скажут, Владимир Владимирович, ну вы же понимаете. Вплоть до того, что, скажем, я поэтому звонил уже высокому начальству и говорил, ну в чем дело-то? Исполняется год, как его выпустили. Выпустил сам Путин, вроде бы как. Да не вроде, а так и есть. А на что мне говорят? Ну, Владимир Владимирович, ведь он, когда вышел, он заявил, что он политикой больше заниматься не будет. А он опять стал заниматься, что правда. Я говорил с его секретарем, Ходорковского. Я говорю, что произошло? Ну, сказал мне его секретарь, это был такой перерыв временный. Я говорю, ну ладно, ну перерыв так перерыв, ну значит уже я понимаю, что у меня нет возможности. Так что это есть такое. Это есть, и сказать о том, что в России есть свобода средств массовой информации, я бы сказал, что есть отдельно взятые журналисты, журналисты, которые ведут себя и имеют возможность вести себя как журналисты. Они еще есть? Да. Но журналистики, как профессии, на мой взгляд, нет сейчас. Причем я не считаю, что наличие оппозиционной прессы, это и есть пример журналистики. На мой взгляд, журналистика, она не про, она не контра. Она информирует максимально полно с тем, чтобы зритель, читатель, слушатель мог сделать свои выводы. Я не понимаю, что такое оппозиционное телевидение. Просто не понимаю вообще. Тогда это уже не журналистика, это убедить людей в том, что, ну и так далее. Но вы же когда-то сами сказали, что журналист всегда должен быть в оппозиции к власти. Он должен в том смысле быть в оппозиции к власти, что он должен показывать постоянно то, что не в порядке. И для власти он это должен делать, и для общества. Потому что то, что в порядке, власть скажет об этом, можете не сомневаться, и припишет себе. А здесь несколько другое. В этом смысле в оппозиции, конечно. Но в любой власти, понимаете, не в оппозиции к Путину. А вот кто бы там ни был, в этом смысле в оппозиции. Да, согласна. Я хочу вот сейчас резко поменять темы нашего разговора, и вернуться в ваше детство. Вы человек с тремя гражданствами. Да. Человек, родившийся во Франции, живший в Америке, в Германии, в Советском Союзе, в России. И на каком языке вы быстрее всего думаете? Если вот вам надо быстро подумать. Ну, на том, на каком говорю. Да? Да, конечно. Потому что я как... То есть я себя не перевожу. Есть иногда ощущение, что вот если за вами наблюдать, вот особенно крупный план, вот такое ощущение, что вы вот сейчас переключились, подумали, и вот мне было всегда интересно задать вам этот вопрос. на том же языке. Вы знаете, я вас, может быть, огорчу, но вообще мне свойственно думать. Это я догадывалась, как бы вы меня не огорчили. И я часто, прежде чем ответить, все-таки думаю. Ну, я себя просто приучил, потому что когда оказываешься в моем положении, то ты влияешь на общественное мнение. Есть некоторая ответственность. Вот. И я пытаюсь об этом не забывать. И когда я задумываюсь, я задумываюсь и над тем, какое лучше слово тут найти, которое точнее выражает то, что я хочу сказать. Но иногда все-таки вы не находите это слово вот в русском языке и... Бывает, конечно, но просто нет такого выражения. Ну, я часто говорю, например, вот слово privacy по-английски. Ну, его нет по-русски. Значит, надо объяснять. Это довольно трудно, что имеется в виду. Потому что многие понимают это как что-то частное. А это совершенно другое представление о том, что всякий человек, даже если он пятилетний ребенок, имеет право на свое пространство, куда никто не имеет права входить без его разрешения. Ну, это очень английское представление. Да, вы вот в последнем вашем... Да, во французском этого тоже же нет. Понимаете? Вот тут есть такие вещи, которые, да, или, скажем, пословицы. Скажем по-русски, такая пословица. Лес рубит, щепки летят. На самом деле мы понимаем, что за лес и что за щепки. Такого нет по-английски и по-французски. Значит, надо тогда объяснять, что эта пословица говорит о том, что... Ну, и так далее. Детство. Я знаю, что вы очень нежно относились, относитесь и любите до сих пор свою маму. Расскажите, вот первые годы жизни ваши во Франции, в Париже, и как вы, и как вы... Почему вы уехали? И я думаю, что нашим зрителям это будет очень интересно. Ну, я до пяти лет своего отца не знал. Он не очень хотел меня. Он был довольно молодым еще человеком. Видно, не догулял. И они с моей мамой разошлись, когда мне было три месяца. Если не раньше. Я этого не помню. Мама моя, будучи очень таким твердым, гордым человеком и сильным, взяла и уехала из Франции. Уехала в Соединенные Штаты, где в то время жила ее мать с младшей сестрой. И вот я жил там, в Америке, первые пять лет. Я даже не знал, что... Ну, то есть я вот многое помню того времени, и очень хорошо помню, что не скучал, даже не спрашивал, где мой папа. У других есть папа вроде, у меня нет. Но мама для меня, это было, в общем, можно сказать, все. Она мне... Она работала, естественно. Она каждый вечер, когда приходила, читала мне на ночь. Читала мне очень хорошие книги «Маленького принца», «Приключения Тома Сойера», «Алиса в стране чудес». Много всякого читала мне. А летом я жил за городом, ну, можно сказать, на даче у маминых друзей, у которых был сын Стивен. И она приезжала по выходным дням, по уикендам. Я всегда ужасно ждал, когда мама приедет. Ну, вот однажды она приехала, я играл на чердаке, у меня был какой-то кораблик, и я пытался отвязать веревочку, которая была к нему привязана, никак не получалась, и страшно злился, и пинал этот кораблик. И тут мама появилась, ну, я бросился к ней, и все, и она увидела себя очень недоволен этим корабликом. И она мне сказала, ты знаешь, там внизу есть один человек, он очень хорошо развязывает узлы. Помоги, он тебе поможет. Я пошел, я сидел там, мужчина, очень хорошо, почему-то я помню очень детально. Я помню, что у него на безымянном пальце левой руки было такое вздутие всю жизнь, кстати. Почему я запомнил это, ну, я не понимаю. Ну, здрасте, вежливый мальчик, я поздоровался. Я сказал, вот, мама говорит, что вы можете помочь мне развязать. Он сказал, давай я попробую. И он это сделал в одну секунду. При этом я почувствовал себя, естественно, не умеха, не умеха и идиотом и так далее. Ну, а мама мне сказала, это твой папа. Ну, папа и папа. Точно помню, что вот этого абсолютно нет. И он нас увез во Францию. Он мне не понравился, потому что у него были совершенно другие представления о том, как воспитывать детей, как я потом понял. Он рос в очень строгой семье, где было много детей и где их наказывали. А ведь родители потом переносят на своих то, что они испытывали. Это же абсолютно точно. Но не всегда иногда наоборот. Но часто. Вот, и он наказывали строго, и он, значит, соответственно. А мама со мной совсем по-другому сведала. Она меня вообще не наказывала. Но я просто понимал, что я должен вести себя так. Она просто смотрит на меня, и я все понимаю. Вот, поэтому изначально у меня с ним не сложилось. Приехали во Францию в 1939 год. Тут началась Вторая мировая война. И папа ушел в армию. Во французскую. Я его не видел. Ну, ушел, ушел. И, по сути дела, ну, Франция капитулировала. Он вернулся. Поскольку он, фамилия Познер, еврейская фамилия, мало того, что еще русский еврей, что еще хуже с точки зрения немцев, да еще и по убеждениям коммунист и сторонник Советского Союза. Ты в одном, да. Ну, то, что надо для... Он был недолго в сопротивлении. Потом надо было бежать. Бежали на юг, то есть в неоккупированную зону, так называемую, где было правительство Виши. Некоторое время жили в Марселе. Ну, а потом бежали из Марселя. В конце концов, оказались в Америке. Я к тому говорю, что я мало общался с собственным отцом. Пожалуй, до того момента, когда мы наконец приехали в Штаты. Я хочу вернуться еще вот к тому, что было во Франции, когда вас отвезли к тетке вашей. Значит, когда мои родители были, ну, папа, когда был в сопротивлении, да и мамы не было, они меня отправили к приятельнице, которая жила в Биорице, на юге Франции, там, где Атлантический океан. Его звали Маргарит. Я обожал ее. Ну, и, короче говоря, однажды я сидел на подоконнике и смотрел, как напротив, там, больница, где выздоравливали раненые немецкие офицеры и солдаты, они гоняли футбол. Ну, и я, значит, сидел на подоконнике, болел. Пока чьи-то железные пальцы не схватили меня за ухо, не сдернули из подоконника. Это была Маргарит, которая сказала мне, что я не имею права смотреть на немцев. И за то, что я смотрел на немцев, она меня наказывает, лишает ужина и отправляет меня спать. Потом часа в три утра или четыре, не знаю, до этого времени, она меня разбудила, сказала, чтобы я одевался, я оделся. Заметьте, мне шесть лет. Взяла за руку и пошли. Вышли на улицу, темно, промозгло, неприятно, и пошли в сторону океана. Я, кстати, вот многие годы, уже много лет, так сказать, летом всегда отдыхаю в Биорицу. Я очень люблю это место. Я точно знаю, куда она меня привела. И люди шли. Я помню, что я удивился, что почему столько людей на улице? Ну и в конце концов, значит, уже когда мы были совсем недалеко от набережной, просто толпа была огромная. Но она каким-то образом через эту толпу меня провела. Мы оказались прямо у барьера над океаном. Там высоко над океаном, внизу ракочат эти волны и все. И полная тишина, в смысле людей. Никто ничего не говорит. Чего-то явно ждут. Потом начался такой шепот, шепот, шепот. И вдруг там заговорили. Я увидел, как внизу мимо нас проплывает труп, утопленник. Один, второй, третий. В общем, всего пять. Оказалось, что это немецкие офицеры, которые утонули. А жители Биорица прекрасно знают, там опасный очень океан. И там мощное течение. И они знают, где нельзя вообще плавать, когда. И когда океан приносит утопленников. И в какое место. И в какое место. И надо сказать, что предупредили этих офицеров. Но они же высшая раса, они же лучше знают. И весь город вышел посмотреть на этих, значит, арийцев. Посмотрели. И разошлись. Она, Маргарита, взяла меня за руку. Молча привела домой. Сделала мне горячий шоколад. И сказала мне, вот на таких немцев ты можешь смотреть. И я потом думал, ну, не жестко ли для шестилетнего мальчика. Но потом, я понимаю, что я это вполне пережил и понял. Понял прекрасно. И, в общем, я очень ей благодарен. Я обожал ее. Она была красавицей. Она была, между прочим, любовницей одного из известных русских художников-эмигрантов. Он нарисовал ее портрет. Который висел у моей тети, у младшей сестры моего отца. И когда она умерла, она завещала мне этот портрет. И Маргарита у меня висит дома. И вы с тех пор, вот, сильное впечатление ребенка по поводу отношения к немцам. И у вас еще было несколько таких ситуаций, при которых вы себе поклялись, что вы в Германию и к немцам никогда не поедете. И по иронии судьбы сейчас там живет ваша любимая дочь. Мало того, что живет, она вышла замуж за немца. То есть, вообще, если вы хотите насмешить Бога, расскажите ему о своих планах. Понимаете? И ваши любимые внуки. Да. И я довольно часто приезжаю туда. Ну, надо сказать, что было время, когда я просто не мог. Ну, я не мог. Это на самом деле было так. Я приезжал в Германию, я переставал есть. Я не мог слышать этот язык. Мне хотелось перестрелять сразу всех, кого я только... Ну, и так далее. Но все-таки я понимал, что это не их проблема, это моя проблема. Ныне живущие люди, они же не виноваты ни в чем. И тем не менее, они до сих пор несут в себе... А более того, и руководители, и другие понимают свою ответственность. Не вину, потому что они не виноваты. Но ответственность-то они понимают. И помогают до сих пор. Но все-таки я сумел это как-то преодолеть. Я даже сделал документальный фильм о Германии. Не самый добрый. Не самый добрый. Потому что, ну, как я чувствую, так я чувствую. Но все-таки я приезжаю в Германию уже без этого, без страданий. Муж моей дочери очень, как он сказать, немецкое имя и фамилия, Клаус Браун. Я не знаю, как можно быть более немецким. Но очень славный человек. Он обожает мою дочь. Что для меня самое главное. Она его очень любит. Хотя слово очень... Иногда мы говорим глупости. Или любит, или не любит. Так вот, она его любит. Моим внукам там прекрасно. Так что я в чем-то примирился. Но я вас уверяю. Что как только возникает какой-то намек на то, что было тогда. Когда я вижу вдруг по телевизору какие-то кадры того времени. И сейчас я это увижу. В связи с 70-летием освобождения Освенцена. Во мне поднимается такая ярость. Такой гнев. И я иногда плачу от того, от чувства беспомощности. Что с этим ничего нельзя сделать. Что это так. И ненависть, ну, мне трудно даже ее описать. Так что, видимо, ну, я еще раз говорю. Это моя проблема. Человека, который это помнит. Я лично не пострадал. Ну, моего деда расстреляли. За то, что у него не та фамилия. И близких наших некоторых друзей. Некоторые из них умерли в газовых камерах. Ну, ладно. Давайте оставим эту тему. Вот интересно. Вы все время говорите о том, что вы атеист. И тем не менее, вы сейчас произнесли, ну, ты хочешь наспешить Бога. Вот мы всегда, при том, что мы можем говорить о том, что мы атеисты, не верим, не верим, не верим. Но в каких-то ситуациях очень мы почему-то вспоминаем, мы говорим, слава тебе, Господи, или Господи, помоги. Нет, вот Господи, помоги, это вот я никогда не говорю. Слава тебе, Господи, это такое, ну, как это отскакивает от зубов, да, или не дай Бог. Но я лично не придаю этому никакого значения. При этом у меня в голове это слово Бог написано не с большой буквы, понимаете, не дай Бог это. Нет, я на самом деле атеист, не воинствующий, никому не навязываю, каждый как хочет. Вот насчет церкви тут другое дело. Тут у меня есть серьезные претензии, о которых я неоднократно говорил, что вызывает бешенство целого ряда людей в России. Ну, что поделаешь. Конечно, может быть, честнее было бы сказать, ну, агностик, потому что агностик, он говорит, что он не знает. Агносос, по-гречески, знания, агностик, значит, не знает. Может, есть, может, нет. А сказать, что есть Бог, это же вера. Сказать, что нет, это тоже вера, понимаете, да? Да. Вот. Но и сказать, что ты агностик, это еще очень удобно. Ты вроде не там и не там, ты как-то вот такой, так сказать, вот. Вот, но я все-таки скорее атеист. На самом деле, мне, я не верю в то, что есть Бог, и у меня есть причины не верить. Вообще, когда мне было лет семь, я спросил себе у папы, что такое гений вообще? Гений, гений. Он мне рассказал замечательную историю. Сказал, знаешь, в 18 веке в Германии жил такой мальчик, его фамилия была Гаусс. Вот, и он пошел в школу. Ну, а в первом классе учитель учил всему. И считать, и читать, и писать. И там было человек сорок этих вот твоих, как ты, семилетних идиотов, болванов. И ему было с ними ужасно скучно, и он думал, как бы это их занять, чтобы я мог почитать книжку. И, говорит, он придумал. Он сказал, дети, я прошу вас сложить все цифры от единицы до ста. Один плюс два плюс три плюс три. Это надолго. И сел читать. Прошло две-три минуты, и рука поднимается. Маленького Гаусса. И учитель говорит, тебе что, в туалет? Он говорит, нет, господин учитель, у меня есть ответ. А так как учитель сам не знал, какой ответ. Он говорит, ну и какой у тебя ответ? Говорит, пять тысяч пятьдесят. А как это у тебя получилось? Да, господин учитель, это очень просто. Представьте, все цифры от единицы до ста, написаны не столбиком, а в линейку. Один, два, три, четыре. Ну, вот так вот. Теперь смотрите, если взять единицу и сто, и сложить, сколько получится? Сто один. Два и девяносто девять. Сто один. Три и девяносто восемь. Сто один. И так до пятьдесят и пятьдесят один. Сто один. Получается пятьдесят раз по пятьдесят одному. Пять тысяч пятьдесят. Что такое гений? Он видит не так, как другие. Он по-другому. Вот. Так вот. Человек с этим рождается, а подумает, что там есть какой-то, не знаю, как назвать, говорит, так этот вот, это, это вот, это. А это будет кретин полнейший, который вообще ничего не соображает. Ну, надо так. Вы знаете, нет. Для гармонии-то надо. Я, понимаете, я не возражаю. Если вот у человека есть такое убеждение, и вообще, что потом есть вот другая, да ради Бога. Вот видите, ради Бога. Меня это никак не, только не надо мне это навязывать. Не надо говорить, так ты можешь. Слушайте, я никому не мешаю. Ей-богу. Мне еще очень понравилось, как вы рассказывали про то, как вы с Шимоном Пересом беседовали по поводу того, что, в какой-то национальности. Я, ну, я не знаю, можно ли сказать вашим зрителям, что мы это интервью проводим, когда я в Израиле. Конечно. Ну вот. И послезавтра я как раз буду интервьюировать господина Переса. Я ему напомню. Вообще, я с тех пор его не видел. Расскажите для наших зрителей. А это было много лет тому назад, я плыл на корабле, где были американские миллионеры, и называется YPL, Young Presidents Organization, то есть Организация Молодых Президентов. Имелось в виду, чтобы быть членами этой организации, вам должно было быть меньше 50 лет, и вы должны были иметь не менее, не помню, какого-то количества миллионов долларов. Ну, и это люди, которые раз в году устраивают себе развлечения. И в данном конкретном случае на замечательном океанском лайнере «Королева Елизавета-2» плыли из Англии в Марокко, потом из Марокко в Испанию, из Испании в Португалию, и из Португалии обратно в Англию. И они приглашали на борт людей, которые должны были их развлекать. Среди них был и ваш покорный слуга, и Шимон Перес, и другие. И как-то мы с Пересом друг другу понравились, и он пригласил меня поужинать. И мы сидим ужинаем, говорим по-английски, по-русски он не говорит. И я ему говорю, послушайте, господин Перес, я прошу вас, можете ли вы мне помочь? Я родился во Франции от французской матери католички. Ну, не верующей, но тем не менее. Я крещен в католической вере, следовательно, евреем по догме я никак быть не могу. Я вырос в Америке. Папа мой, да, русский еврей, который никогда евреем себя не считал и не хотел быть евреем. И говорил, что он не еврей, а русский интеллигент, что он не говорит на иврите, на идише, что он еврейскую культуру не знает и знать не хочет. Ну, короче говоря, живу я ныне, сказал я ему в Советском Союзе. Где-то был Советский Союз, я не понимаю, кто я. И он посмотрел на меня своими огромными, печальными, древними глазами и сказал, вы знаете, если вы не знаете, кто вы, скорее всего, вы еврей. Гениальные совершенно вещи, я ему, конечно, напомню об этом. Но вы пострадали из-за своей фамилии, вы пострадали, когда вы поступали в МГУ. Ну, конечно, я встречался с антисемитизмом, конечно же. Ведь обидно, да, не быть евреем, вроде бы как, и при этом страдать. Вы знаете, это тот случай, когда хочется говорить, я еврей. Я ненавижу расизм, национализм, любую дискриминацию, просто я не приемлю. И поэтому я говорю, вот я вам могу сказать, сейчас я не чувствую евреем. Ну, вы знаете, вот когда я оказался у стены плача, очень интересно, очень, но ничего во мне не шевельнулось. А когда я оказался на форуме в Риме и ходил среди этих руин, и думал о том, что здесь ходили они, вот Цезарь и так далее. То есть у меня мороз по коже, я понимал, вот откуда я, вот мои корни, я же европеец. Здесь нет этого, это не хорошо и не плохо, это так. Но, когда речь идет об антисемитизме, я точно еврей. Причем очень такой опасный. Знаете, я вот подумала, что вы, вот ваше путешествие с органом по Германии, по Америке, по Англии. Вот англичан, они про себя говорят, что они островитяне. И поэтому это их как бы преимущество, потому что у них вроде как нет границ ни с кем. И я вот когда смотрела это и думала о том, что мы с вами будем разговаривать, я подумала, что, а вот Израиль, это ведь тоже остров. Потому что вроде как границы есть, но они для нас, мы их пересекать не можем. У нас есть либо воздушные, либо морские границы. Мы тоже в каком-то смысле на острове, только не в географическом смысле, а в каком-то другом. Я хочу с вами поговорить о понятии дома. Вы говорили о том, что все-таки дом ваш это Франция. В большей степени. И вы много путешествуете, и вы европеец, и вот вы сейчас говорили про... Я часть американец. Да, да, да. И все-таки вот говорят, что страну надо на себя примерять как пиджак, и что вам поэтому лучше всего все-таки там. Вы так себя ощущаете. Я себя чувствую больше всего дома во Франции, это правда. Причем я себя одинаково или в не меньшей степени чувствую себя дома в Нью-Йорке, но именно в Нью-Йорке. Не в Америке вообще. А во Франции мне всюду очень как-то так легко. И вот по себе. Ну, вот то, как люди ходят, как они жестикулируют, как они смеются или не смеются, это все мое. И опять-таки, это не лучше и не хуже, чем где-либо. Это просто вот, а, вот оно. Вот мой пиджак. Это мое. Это мой пиджак, мне в нем хорошо. Это так, да. Про Америку хочу. Вы там жили в детстве. Да, да. Потом жили еще какое-то время в середине жизни. Да, да. Ну, еще в середине жизни уже в 90-е годы. Вот Америка разных лет. Да. В которую вы жили, она отличается, естественно, в чем? Ну, во-первых, когда ты ребенок, у тебя восприятие все-таки несколько иное, чем когда ты уже зрелый человек. Но я бы сказал так, что, поскольку я Америку очень сильно люблю, и в какое-то время просто я был настоящим американским мальчиком, сто процентным, и считал себя таковым, и очень интересовался историей Америки и так далее, то могу сказать, что Америка действительно изменилась. Я просто это чувствую и понимаю. Это на самом деле длинный разговор, но если попытаться коротко об этом сказать, она изменилась за счет многих факторов, в частности за счет эмиграции. Хотя эта страна вроде бы эмигрантская, но это вся была эмиграция, грубо говоря, одной культуры. Скажем так, иудейско-христианской. Эмиграция была вся из Европы. Вся. Потом это стало меняться. Появилась эмиграция из Азии, главным образом китайская. А потом, уже после войны и так далее, пошла серьезная эмиграция из Африки и из Латинской Америки. А по существу совсем другая по культуре. Это стало менять саму Америку. А если раньше можно было говорить о плавильном котле, попадают туда, плавятся и выходят американцы. Теперь уже нет плавильного котла. Есть, на мой взгляд, салатница. Это перемешано, но это отдельные куски. Это все-таки не единое что-то. Первое. Второе. То, во что верили буквально все американцы, то, с чем я вырос. Ведь вы можете разбудить меня ночью, и я вам наизусть прочитаю преамбулу Декларации Независимости. Вау. Да. Сейчас это не так. А вот это убеждение, что любой человек может стать кем угодно, это уже не так. А вот это убеждение, что американская демократия, американская свобода, это есть, но не в той степени, какой это было когда-то. То есть идеалы получили ряд довольно болезненных ударов. А что значит? Вот в чем заключается это не в той степени? А в той степени, что вот это внутри не сидит, как это сидело. Послушайте, есть внешние показатели. Скажем, в Америке есть главные спорты, ну, профессиональные. Это бейсбол, американский футбол, хоккей и баскетбол. Высшая лига. Каждая игра, каждая игра в высшей лиге начинается с того, что на площадку баскетбольной или на поле бейсбольное и футбольное выходит либо человек один, либо небольшой ансамбль. И исполняется гимн Соединенных Штатов Америки. Все встают, мужчины кладут руку в область сердца, а вот военные берут под козырек. И когда звучат последние слова о том, что, о, скажи мне, реет ли еще флаг над страной гордых и независимых, все начинают хлопать, свистеть и орать. Этого больше ни в одной стране в мире этого нет. То есть это выражение того, что вот это вот несколько идеалистическое отношение к своей стране, которого нет у европейцев, вот в Америке еще есть. Но вот этот уровень, он понизился. Очень многие говорят, это уже не так. Это уже не то. И там самые разные причины. Первый, наверное, самый тяжелый в этом смысле удар была Вьетнамская война. До этого американцы были абсолютно убеждены, что если они воюют, то только справедливо. И никогда не проигрывают. Ну, потом Ирак, наверное. Это уже потом. Но Вьетнам, во-первых, понимали скоро, ну, через какое-то время, что это несправедливо. Вьетнамцы-то не нападали на Соединенные Штаты Америки. И, во-вторых, они проиграли. Это пережить было и до сих пор. Они говорят, не мы проиграли. Проиграло наше правительство, которое не дало нам выиграть. Ну и так далее. Так что это да, это изменилось. И очень сильное есть разочарование. Особенно среди тех, кого можно назвать американской интеллигенцией. Когда они говорят, что происходит с нашей страной. Что с нашей страной. То есть, вот это вот есть. Я помню, вы рассказывали, по-моему, в фильме Парфенова, вы говорили о том, что был период в вашей жизни, когда вы просыпались утром, от того, что вы плачете, от того, что вы не выездной. Да. И от того, что вы не можете попасть в эту Америку. И вы не представляете, и вы уже придумали план, как вы будете бежать. Расскажите немножечко эту историю. Ну, дело в том, что я-то был убежденным сторонником Советского Союза и коммунизма. Меня так папа воспитал. Я мечтал приехать в Советский Союз и так далее. Ну, вот приехали. Мы приехали в декабре 52-го года. За два месяца до смерти вождя, так сказать, народов и лучшего друга всех детей. Восифовича Сталина. Нам очень повезло, что он дал дубы именно тогда, потому что иначе, конечно, моего отца бы посадили очень быстро. Да и, я думаю, и маму, и меня. Мне было почти 19 лет. Ну, а брата там в какой-нибудь дом для детей врагов народа отправили бы. Вот. Но через довольно короткий срок я стал страшно скучать. И когда состоялся фестиваль молодежи и студентов, я две недели жил с американской делегацией до 50-е годы. До 57-е, по-моему. Я понял, что это мои люди. Что вопрос опять не в политике. Я скучаю по бейсболу. Я скучаю. Я скучаю. Я хочу домой. Вот. И когда я отцу об этом сказал, что я хочу уехать, он ужасно рассерепел. Ну, для него это был, конечно, тяжелый удар. И он мне сказал, что если я попробую, он сообщит об этом в КГБ. Все-таки мой отец. И наши отношения стали очень тяжелыми. И они оставались тяжелыми долгое время, много лет. Но я правда скучал. И действительно, мне ночью снилось, как я хожу по Нью-Йорку, как я звоню в дверь или стучу в дверь своему приятелю одному. Он открывает и говорит, вот это я, и все. И потом действительно, вот, да, очень переживал, что это не так. Снилось много раз. А были еще ситуации, при которых вы плакали вот так? Ведь это же слезы от безысходности. Да, конечно. Ну, да. Ну, вот я вам сказал, значит, когда я вижу то, что связано с катастрофой. Вообще, я человек эмоциональный, конечно. И бывает, что слезы наворачиваются на глазах. Иногда там кино, что-нибудь такое очень сильно меня задевает. Или когда я вижу историю несчастных каких-то людей, детей. Ну, это другое совсем. А так, чтобы на взрыд? Ну, вот нет, конечно. Я помню, вот однажды у меня просто была истерика. Настоящая это... Ну, надо понимать многое из моей жизни. Когда я рос в Америке, к нам в школу пришел преподавать музыку такой выдающийся потом американский народный певец. Его звали Питт Сигар. Он недавно умер. Ему было 93 года. И я подружился с ним и влюбился в эту американскую народную музыку. И до сих пор я ее обожаю. И вот, значит, fast forward, там, на много лет вперед какой-нибудь... какой-нибудь, ну, 80... не знаю, 80-й или 78-й год мне привозят пластинки. У меня очень большая коллекция вообще пластинок всегда была. И винил, и потом не винил. И там двойной диск такого народного певца американского, которого звали Води Гатри. Выдающийся, совершенно уникальнейший человек. И у него была одна песня, которая называется «Эта земля, эта страна моя страна, эта страна твоя страна», которую я обожал. А этот, эти два диска, они посвящены были его памяти. Только его песни поют самые разные люди. Ну, там, чрезвычайно известные люди и менее известные, но все равно певцы и так далее. Там одна негритянка поет эту песню. Ну, я поставил, я, кстати, слушаю. И вот вдруг она начинает петь эту песню. И вы знаете, это просто, вот я начал реветь, как белуга просто. Потому что это моя страна, а я туда никак. И более того, я помню, как такой с затылком таким гибист мне сказал, «Вы никуда, нет, как вы, ты никуда не поедешь, никогда». Вот, я просто очень хорошо это помню. Интересно, вот, когда вы сидите в кресле интервьюера, вы всегда такой очень, ну, даже немножко легкий циник такой. Вы задаете, вы задаете вопросы такие, такие с подвохом, со вторым планом, с подтекстом. А вот, на самом деле, познер – это вообще человек без панциря в жизни. Вы одинокий человек? Да, конечно. Ну, я думаю, что все люди одинокие, но только не все это понимают. Мой любимый Бальзак, когда ты сказал, что одиночество – великая вещь, но обязательно нужен кто-то, кому можно сказать, что одиночество – великая вещь. Ханс Фаллада написал книгу, которая называется «Каждый умирает в одиночку». Да. Мы все одинокие, другое дело, что, как мне кажется, мы всю жизнь ищем кого-нибудь или тех, с которыми это одиночество можно разделить. Но если мы не полные идиоты, то в какой-то момент мы понимаем, что полностью преодолеть это состояние никому не удастся. А если мы идиоты, то мы этого не понимаем, но все равно чувствуем. Это нас угнетает, но мы не понимаем, почему это нас, что нас угнетает. Есть просто чувство неудовлетворенности, что ли. А я прекрасно это понимаю, и в этом есть определенная трагичность, но и Бальзак-то прав. Ну, вот так мы созданы, но что же делать? Я думаю, что это может быть главное, самое главное, что есть в человеке, потому что животное не может быть одиноким, такого представления не может быть у животного, а у нас это есть, именно одиночество. То, что до конца тебя никто не поймет. Ты себя не поймешь до конца. Я закончу, так как вы заканчиваете свою программу. Это был мой любимый кумир, патриарх телевидения, учитель для многих, Владимир Владимирович Познер. Спасибо. Спасибо вам. И я хочу еще на прощание вам подарить одну вещь, которую, я знаю, что вы не коллекционируете марки, вы коллекционируете черепахи и кружки, но вот тут лично для вас почта Израиля самую настоящую изготовила письмо. Да ну ладно. Правда? Ее можно клеить на конверт. Господи, боже мой. Это невероятно. письмо. Спасибо. Там написано спасибо. Спасибо вам огромное. Огромное спасибо. Вот это что-то. Да, ну ладно, значит, вот прожил жизнь не зря, раз уже марки есть с моим изображением. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо.